Сегодня здесь я собрала самые продаваемые грунты и довольно-таки известных производителей это Фаска, Гера, Лама, Торф. И сейчас я сделаю по ним кратенький обзор, чтобы вы, придя в торговую сеть, имели представление, какой грунт, в общем-то, для чего использовать. Итак, вот первый с этого края я начинаю. Здесь у меня выставлена Фаска и представлены в основном у меня Торф. Торф кислый, Торф нейтрализованный и субстракт питательный. Ну, хочу обратить ваше внимание, вот первый с этого сряда я начну. Это фасовский грунт питательный, который предназначен для всех видов ландшафтных работ, для повышения плодородия почвы, для теплиц, для создания цветников, клумб, для посадки кустарников. То есть он универсального назначения, удобной расфасовки по 100 литров. И что еще очень интересное у него, вот здесь сбоку находится насечка, вы можете использовать его для посадки в теплиц, не разрезая мешка. То есть вот по насечкам разрезаете, сажаете растения, в конце сезона, если вас не будет устраивать качество грунта, вы просто его убираете. Очень удобно, как говорится, не высыпая уже в теплице. А взяли мешок и выбросили, утилизировали. Дальше. Торф верховой. В основном верховой торф, это торф, который используется для посадки культур, которые любят повышенную кислотность. Это хвойники, родендроны, клюквы и все виды других растений, которые предпочитают низкую кислотность. Торф верховой можно нейтрализовать, добавить доламитовый мукур, любой раскислитель и превратить его в нейтральный. Можно этого не делать, у ламы торф есть нейтральный торф, который уже за вас побеспокоились, его нейтрализовали и можно использовать. Торф верховой мы можем использовать, как я уже сказала, для посадки культур, которые предпочитают кислотность. В качестве укрытия на зиму растений, в качестве мульчирования, наполнителя для биотуалетов, для хранения овощей и овощных культур. То есть в зимний период времени мы можем пересыпать торфом. Торф это уникальный материал, который, забирая в себя влагу, не создает ту самую влажность, благодаря которой будут портиться ваши овощи и фрукты, которые вы положили на хранение. Также вы можете использовать его в качестве подстилки, если вы владелец птичьего хозяйства, у вас есть большое количество птицы. Пожалуйста, вы можете использовать торф для подстилки. И еще очень интересный момент, торф также поглощает великолепно запахи. Также вы можете использовать для компенсирования бытовых отходов пищевых. Формат очень удобный, 100 литров. И также, я уже тоже сказала, почти у всех грунтов фаска есть вот такая вот насечка сбоку. То есть удобно его использовать. Верховой торф. Назначение у него приблизительно то же самое. Такое же, как у кислого торфа. Тоже можно использовать для компенсирования бытовых отходов, для приготовления субстрактов, для посадки деревьев и кустарников. Так как он нейтрализованный, его можно использовать и в цветниках. Не только для тех культур, которые любят повышенную кислотность. То есть он универсального назначения. Можете использовать в качестве мульчи, в качестве укрытия растений в зимний период времени. Ну и, конечно же, для улучшения структуры почвы. То есть торф это самый универсальный и самый необходимый продукт, которым мы должны быть, в общем-то, в принципе, у каждого садовода-огородника. И у начинающего, и у опытного. Очень интересный грунт универсального назначения геровский. У гера есть распасовка в 60 литров, есть большие вообще, и есть 40 литров. Может использоваться для выращивания рассада, также для выращивания цветов, в качестве мульчирования. Грунт достаточно качественный, легкий. В состав грунта входит сапропель. Это отложение со дна озер, природных озер. То есть это очень богатый органический материал, который улучшает не только состав почвы, но и обладает различными микро- и макроэлементами и природными стимуляторами роста. То есть это, в общем-то, целый, ну, вся таблица Менделея в этом находится, в этом сапропелье. Хочу обратить ваше внимание еще на состав, на интересные грунты производителя Lama Torf. Состав грунтов очень хороший, качественный. Тоже универсального назначения. Вы можете использовать его по любому назначению. Это такие грунты, как богатырь, богатырь для посадки томатов, баклажанов. Ну, в принципе, если я хочу сказать, что вот даже если вы будете использовать грунт для посадки не только томатов, а других каких-то овощных культур, ну, я не думаю, что будет какая-то особая проблема при выращивании. То есть грунт достаточно качественный, он может использоваться не только для выращивания томатов и баклажанов. Просто хочу акцентировать ваше внимание, у фаска есть вот такой вот грунт. Мне он очень понравился. Посмотрите, 25 литров, и он сделан в виде вот такого брикета. Места занимает в машине мало, то есть положить вот таких вот брикетов в машину может уместиться очень много. Соответственно, и транспортировка, то есть удобно его транспортировать. Здесь грунты, вот такие брикеты представлены как для рассады, цветочной и универсальной. То есть они подходят для выращивания, для создания цветочных клумб, для посадки деревьев, кустов, то есть универсального назначения. Выбор остается всегда за вами. Помните о том, когда вы придете в торговую сеть, на что стоит обратить внимание. Это, конечно же, самый главный состав грунта. На упаковку она должна быть целостной, не нарушенной. Ну и грунт внутри должен быть, не должен состоять быть слишком мокрый или слишком сухой. То есть он достаточно должен быть влажный. На ощупь это легко проверить. То есть когда вы трогаете грунт, вы понимаете, что под рукой он у вас, в общем-то, вот если даже его сожмете, вы чувствуете, что там внутри он сохраняет форму вашей ладошки, которую вы так сжали. Это говорит о том, что грунт находится в идеально влажном состоянии. Ну и потом, когда вы его откроете, конечно же, надо проверить на наличие вредителей, чтобы оттуда никто не вылетал и не выбегал. Ну и, в общем-то, основные вот эти моменты. Так что я думаю, что вот такой вот небольшой обзор вам пригодится, когда вы будете создавать ваши цветники необыкновенно красивые, делать теплицы, сажать кустарники, деревья и вообще улучшать плодородие вашей почвы. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, делайте удачные покупки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok